Друзья, всем привет! В этом видео я сделаю обзор ванной комнаты с высококачественным выполненным ремонтом. А я вам в этом видео покажу небольшие фишки, которые можно и нужно использовать во время ремонта в ванных комнатах. Поэтому смотрите это видео, чтобы быть в курсе, чтобы быть в тренде и чтобы не быть отсталыми в этих делах. Что ж, давайте начнем, поехали. Ну что ж, давайте начнем осмотр ванной комнаты с самой ванной. Ванна здесь размером 170 на 70, выполнена она путем установки под плитку. То есть мы здесь не используем керамический бордюр, а просто плитка подходит непосредственно к самой ванной. И такой вот небольшой тонкий шов герметика, он еще свежий, поэтому дрогать не буду. Тонкий шовчик герметика проходит по всему периметру ванны. Но перед тем, как установить такую ванну и сделать такой шов, необходимо сначала отштукатурить стены, выровнять комнату под размер ванны, потому что размеры ванной комнаты они значительно больше, чем сама ванна. Ну примерно где-то на 5 сантиметров. Поэтому нужно отштукатурить стены, чтобы ванная комната соответствовала самой ванной. Ну и после уже идет укладка плитки и в конце уже устанавливается ванна на свое место. И завершающим этапом укладывается плитка в местах, где она отсутствовала. Во время монтажа ванной комнаты устанавливаются выключатели отдельно на свет свет ванной комнаты, отдельно клавиша на вентилятор и отдельно клавиша на подсветку зеркала. Так, зеркало выполнено в виде шкафчика. В этом шкафчике есть отдельные полки. Здесь можно хранить всякую мелочь, которые, средства личной гигиены. То есть зубные щетки, зубные пасты, также все остальное то, что необходимо для личной гигиены. Так. Сместители на ванны и на раковины выполнены в едином стиле фирмы гаппо. Белые снизу и хром сверху. Все функционирует, все работает. Так, здесь у нас с длинным носиком для того, чтобы можно было при случае необходимости мыть голову прямо в ванной комнате, не залазя в саму ванну. И также есть отдельный душ с душевой стойкой, которая регулируется по высоте. Но это для тех, кто любит регулировать высоту душевой лейки. Так. Плитка, которая у нас находится на стене, она отцентрована относительно самой ванной комнаты. Для того, чтобы визуально она смотрелась более эффектно. Если начать от одного угла и закончить кусочком возле противоположной стороны, это бы смотрелось не очень эффектно и не очень красиво. Многие мастера с этим не заморачиваются, делают как пошла плитка, так и закончилась. Поэтому, чтобы прийти к хорошему результату, нужно всегда центровать плитку относительно ванной, то есть относительно центра ванной комнаты. Тумбочка у нас здесь подвесная. Чем удобна данная тумбочка, то что можно спокойно протирать пыль, то есть производить уборку под тумбочкой и ничего вам мешать не будет. Никакие ножки не препятствуют уборке. Это можно сказать практически один плюс тумбочек, которые подвешиваются. Так, экран на ванной выполнен из МДФ, покрытого пленкой. Очень удобный экран для тех, кто любит хоронить под ванной всякую милость в виде ведер, тряпок, тазиков. Также очень удобно во обслуживании сифона. Сифон всегда находится в зоне доступа и визуально можно его осматривать на протечку. Далее рассмотрим инсталляцию. Инсталляция кнопка в том же белом стиле, а инсталляция у нас фирмы Гибрид. Две кнопки, большой и малый смыв. Так, а сам унитаз у нас фирмы Рокко. Сидушка у нас идет с газлифтом. Это удобно, когда у вас семья большая, чтобы крышка не хлопала об ободок унитаза. Рекомендую всегда использовать, то есть покупать именно сидушку с газлифтом. Смыв. Снизу, если присмотреться, есть небольшие отверстия, которые способствуют в воде равномерно распространяться по всей длине, по всей площади этого унитаза. Ну и изюминка данной ванной комнаты, это люк скрытого монтажа. Данный люк размером 40 на 60 и открывается одним нажатием на люк. То есть никаких других движений выполнять здесь не нужно. Просто нажали, открыли и также нажатием закрыли. То есть он работает как обычная дверца. Никаких других манипуляций здесь совершать не надо. То есть там кривые, косые руки делать тоже нет необходимости. Так, здесь у нас есть две полочки, две нормальные полочки для хранения тоже необходимых хозяйственных мелочей. И одна полочка вон там наверху уже такая скрытая. Можно хранить в ней уже вещи, которые не часто пользуются спросом. Вот так, краны, счетчики, также краны на стиралку и унитаз. Все в зоне доступности. Очень удобно. Всегда рекомендую устанавливать краны только в зоне доступности. Не прячьте их, потому что это может с вами сыграть злую шутку. Только в зоне доступа. Ну и счетчики тоже должны всегда быть так вот, на уровне глаз, чтобы не пытаться каким-то образом разглядеть цифры, которые находятся на этом циферблате. Так что закрываем люк. Все это произошло довольно быстро и легко и аккуратно. Полотенце-сушитель здесь простая. М-ка. Ну, М-ка так М-ка. Функционал от этого все равно не нарушен. Она греет комнату и выполняет свои необходимые функции. Так, и еще одна фишка, которая была использована на данном объекте, это такой вот уголок хромированный. То есть здесь не была выполнена заусовка, а был установлен такой специальный уголок, который делает угол, торец данной стыка двух плиток таким ровным, четким и красивым. Поэтому, если у кого-то есть желание украсить свою ванну хромом, потому что здесь очень встречается много хромированных частей, также можно использовать такой хромированный уголок на стыке двух плиток. Пластиковый использовать не рекомендую, потому что они не всегда бывают эффективны. Их можно спокойно просто отбить, повредить, ну и они тоже очень сильно подвержены деформации. Но этот металлический уголок обработанной хромом выглядит очень даже презентабельно. Так, ну и немножко слов о плитке. Плитка коричневая, здесь у нас коричневый мрамор на полу размером 40 на 40. Все довольно выполнено аккуратно, но теплого пола здесь, к сожалению, нет. Потому что заказчики решили на этом сэкономить, скажем так. Здесь стиральная машина, она довольно громоздкая и объемная, и поэтому занимает очень много места в ванной комнате. И для того, чтобы сократить это место, заказчики в будущем будут менять машину на более, машину на размер поменьше. Ну что ж, вот такой вот небольшой обзор ванной комнаты. Кстати, я не сказал про вешалку, то есть полочку для мыла, шампуня и все необходимые принадлежности для мытья. Она выполнена из пластика, она не хромирована и, соответственно, она будет меньше пачкаться. Мастера сказали, так что данная полочка эффективнее, нежели какая-то там решетка. Поэтому проверим, как она будет эффективна в использовании в будущем. Ну и так вот, вешалки для полотенец. Ну и крючки также для халата, полотенец с другой стороны, возле полотенца сушителя. За счет того, что плитка теплая, в этой комнате так становится тепло и уютно. И еще немножко хочу сказать про натяжной потолок. На потолке здесь мы использовали светильники GX53, а потолок здесь матовый. Я всегда рекомендую в ванных комнатах использовать натяжные потолки. Ни пластик, ни гипсокартон, а только натяжные потолки. Потому что, во-первых, это практично, удобно и в случае, если вдруг произойдет какая-то протечка, натяжной потолок защитит вас от этого. Вот так вот выглядит выполненный высококачественный ремонт в ванной комнате. Здесь у нас совмещенный санузел. Здесь у нас в ванной комнате унитаз, раковина, стиралка и сама ванна. Ну все, на этом обзор ванной комнаты я считаю завершенным. Ну что ж, друзья, на этом я заканчиваю обзор данной ванной комнаты. Если у вас остаются какие-то вопросы, то вы можете смело их задать в комментариях под этим видео. Ну а также написать какие-нибудь напутствующие слова, пожелания. И можно предположительно, сколько стоит данный ремонт ванной комнаты. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео. Всем пока-пока. Не забывай поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся на новых видео. Пока.